На канале зал суда, ежедневно вопрос, ведь на стойку нет, торопиться не нужно, господа, смотрите зал суда, проверьте свой ответ. Юридическая разминка. Сам себе адвокат. Предлагаем вашему вниманию 10 вопросов, попробуйте дать 10 правильных ответов. Вопрос номер 1. Игорь обрадовался, когда узнал, что теперь в гостиницу можно заселяться без паспорта, по биометрическим данным, для этого у человека должна быть подтвержденная биометрия. Куда должен обратиться Игорь, чтобы ее оформить? В банк. В социальный фонд. В МФЦ. Все ответы верны. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать правильный ответ. Внимание, повторим вопрос еще раз. Игорь обрадовался, когда узнал, что теперь в гостиницу можно заселяться без паспорта, по биометрическим данным. Для этого у человека должна быть подтвержденная биометрия. Куда должен обратиться Игорь, чтобы ее оформить? Ну а теперь правильный ответ. Правильный ответ. Все ответы верны. Вопрос номер 2. Максим позвал Наденьку замуж, и сразу же предложил подписать брачный договор. Наденька удивляется, разве можно заключать брачный договор, до регистрации брака. Нет, только после свадьбы. Да, в исключительных случаях. Да, в любой момент. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать правильный ответ. Внимание, повторим вопрос еще раз. Максим позвал Наденьку замуж, и сразу же предложил подписать брачный договор. Наденька удивляется, разве можно заключать брачный договор, до регистрации брака. Ну а теперь правильный ответ. Правильный ответ. Да, в любой момент. Вопрос номер 3. Внимание, продолжите фразу. По решению суда Бабылкину лишили родительских прав. Теперь она потеряла право. На защиту интересов и прав дочери Маши, в отношении которой состоялось лишение прав. На личное воспитание Маши, на общение с ней при раздельном проживании. На личное воспитание дочери, на защиту ее прав и интересов, на общение с Машей при раздельном с ней проживании. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать правильный ответ. Внимание, повторим вопрос еще раз. По решению суда Бабылкину лишили родительских прав. Теперь она потеряла право. Ну а теперь правильный ответ. Правильный ответ. На личное воспитание дочери, на защиту ее прав и интересов, на общение с Машей при раздельном с ней проживании. Вопрос номер 4. У маленького Сережи погибли родители. Сколько у органов опеки есть времени, чтобы устроить ребенка в новую семью или определить в детский дом? Одна неделя. Один месяц. Два месяца. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать правильный ответ. Внимание, повторим вопрос еще раз. У маленького Сережи погибли родители. Сколько у органов опеки есть времени, чтобы устроить ребенка в новую семью или определить в детский дом? Ну а теперь правильный ответ. Правильный ответ. Один месяц. Вопрос номер 5. Михаил ушел из семьи и подал на развод. Галя не желает разводиться, в семье маленькие дети, им нужен отец. Как Михаил может оформить развод? Подать заявление на расторжение брака в орган ЗАГСа. Подать заявление на расторжение брака в суд. При таких обстоятельствах брак не может быть расторгнут. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать правильный ответ. Внимание, повторим вопрос еще раз. Михаил ушел из семьи и подал на развод. Галя не желает разводиться, в семье маленькие дети, им нужен отец. Как Михаил может оформить развод? Ну а теперь правильный ответ. Правильный ответ. Подать заявление на расторжение брака в суд. Вопрос номер 6. Галя развелась с Михаилом давно, когда сыну не было и года, но на алименты решила подать только сейчас, когда ребенок пошел в школу. Сумеет ли она взыскать с бывшего супруга алименты? Да, срок обращения за алиментами лица, имеющего право на их получение, никакими временными рамками не ограничен. Нет, уже прошло 3 года с момента развода. Нет, уже прошло 5 лет с момента развода. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать правильный ответ. Внимание, повторим вопрос еще раз. Галя развелась с Михаилом давно, когда сыну не было и года, но на алименты решила подать только сейчас, когда ребенок пошел в школу. Сумеет ли она взыскать с бывшего супруга алименты? Ну а теперь правильный ответ. Правильный ответ. Да, срок обращения за алиментами лица, имеющего право на их получение, никакими временными рамками не ограничен. Вопрос номер 7. При разводе Игорь потребовал, чтобы Нина вернула ему половину драгоценностей, которые она купила, будучи его женой. Прав ли Игорь? Да, драгоценности являются совместным имуществом супругов. Нет, все драгоценности остаются у жены. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать правильный ответ. Внимание, повторим вопрос еще раз. При разводе Игорь потребовал, чтобы Нина вернула ему половину драгоценностей, которые она купила, будучи его женой. Прав ли Игорь? Ну а теперь правильный ответ. Правильный ответ. Да, драгоценности являются совместным имуществом супругов. Вопрос номер 8. Внимание, продолжите фразу. К обязанностям членов семьи не относится эта обязанность. Строить семейные отношения, на чувствах взаимной любви и уважения. Делать за ребенка школьника уроки. Оба варианта верны. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать правильный ответ. Внимание, повторим вопрос еще раз. К обязанностям членов семьи не относится эта обязанность. Ну а теперь правильный ответ. Правильный ответ. Делать за ребенка школьника уроки. Вопрос номер 9. Внимание, продолжите фразу. Егор не уплатил необходимую сумму налога, в установленный законом срок, теперь он обязан уплатить пеню. Обязан привести поручителя, который возьмет на себя обязательство выплачивать за Егора налоги в случае последующих пропусков указанных сроков. Вправе не уплачивать пеню, если предоставит в налоговый орган квитанции об оплате налога. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать правильный ответ. Внимание, повторим вопрос еще раз. Егор не уплатил необходимую сумму налога, в установленный законом срок, теперь он. Ну а теперь правильный ответ. Правильный ответ. Обязан уплатить пеню. Вопрос номер 10. Кому не применяются испытания при приеме на работу? Лицам пенсионного возраста. Военнообязанным. Инвалидам. Работникам до 18 лет. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать правильный ответ. Внимание, повторим вопрос еще раз. Кому не применяются испытания при приеме на работу? Ну а теперь правильный ответ. Правильный ответ. Работникам до 18 лет. Спасибо всем зрителям, участвовавшим в викторине. Подводим итоги викторины. Если вы правильно ответили на 8 и более вопросов, вы, сам себе адвокат. Если вы правильно ответили от 6 до 8 вопросов, вы, сам себе юрист. правовед.